Всем ассалам вейкум. У нас в гостях Нурбек Кабдрахманов. Добро пожаловать. Ну и давайте начнем. Первый вопрос. Как попал в ММА? Ну, если коротко рассказать, как я попал в ММА. Я еще начал карьеру. Ну, как карьеру, просто это как хобби было, дополнительные занятия. Мы пришли с ребятами просто как постоять за себя. У меня в то время очень много было драк, таких, знаете, много, можно сказать, когда сильные обижали слабых. Такие моменты очень много было. И старшие с районом постоянно говорили, что в любом случае надо уметь постоять за себя. Вот идите к такому-то тренеру Сергею Морозову. Мы как-то игнорировали этот момент. В жизни случилось один случай. После этого я сразу же пошел к Сергею Морозову. Начал еще, да, заниматься в школьное время. Так просто три раза в неделю посещал. С какими лет еще? С 16-17 лет. Так просто посещал как хобби. То приходил, то не приходил. И это как-то затянулось. И потихоньку пошло. И переросло в профессионалове, можно так сказать. А какими еще видами спорта занимался помимо боевых искусств? Я себя, честно, в жизни везде искал. То есть я занимался всеми видами спорта, какие вообще возможны. Пусть это будет гимнастика, да. Начиная от гимнастики, то баскетбола, волейбола и так далее. Переходил там месяц, ходил, уходил. На бокс приходил, месяц занимался, уходил. Искал себя, да? Искал себя. И, не знаю, в ММА вот эта атмосфера все. В то время еще и ММА не называлось. Это как-то, знаете, как рукопашный бой, панкратион называлось. Вот это как-то, не знаю, затянуло. И все больше и больше. И коллектив такой был, команда у меня была такая. Все-таки командный дух, да, повлиял. Да, ребята достойные были рядом. Один за всех и все за одного, да, можно сказать. Так, ну и следующий вопрос. Это у тебя скоро будет бой в Алма-Ате в рамках NFC 35. Что скажешь о своем сопернике? Ну, о сопернике что я могу сказать? Смотрел его, один бой буквально. Такой пацан крепкий, с Турцией. Сам вроде азербайджанец, но представляет Турцию. Такой пацан довольно крепкий. В последний раз вот выступал два месяца или месяц назад проиграл. Ну, мы сделали свои выводы, основываясь на предыдущем моем бою и основываясь на его бою. И кое-какие моменты учли с тренером Сайбек Шахпотовым. И будем работать, покажем это все в октагоне. Ждем победы. Так, ну и следующий вопрос. Вообще, как идет подготовка к предстоящему году? Полным ходом, можно сказать. Сейчас мы уже, знаете, у нас легкие тренировки сейчас проходят на данном этапе. Последние 10 дней они более такие разгрузочные. Один раз в день тренировки. Обычно у нас два раза проходят. Один раз в день. И более уклон на висогонку идет. Просто попотеть, побегать, лапы побить. И вопрос вот по поводу, такой более философский, наверное. Есть ли у тебя спортивная мечта? Ну, спортивная мечта, конечно, есть. Это, не знаю, глупый, наверное, спортсмен не мечтает о том. Какая есть ли он секрет? Попасть в UFC, скорее всего, самая большая цель. Ну, даст Бог, поживем, увидим, будем все причины делать, чтобы попасть. И забрать поезда? Да. Так, ну, есть ли у тебя кумиры вообще из боевые доски? Я так особо, у меня нет таких кумиров. Ну, а выделить пару человек? Могу выделить, да, пару ребят. Это нравится техника боя. Это Забит Магомед Шарипова. Как он ведет себя. И в жизни я с ним лично познакомился как-то в Москве на турнире. Очень простой человек. Вообще, по нему не скажешь то, что он боец UFC, да? У него нет никаких таких-то... Человечных? Да, больше... Да, он приземленный, можно сказать. Так, следующий вопрос. Это также более философский. Любимая цитата, если можно. Ну, любимая цитата. Ну, наверное, как Абдулман Абдулман Магомедов говорил, мне больше всего это запомнилось. Дисциплина бьет класс. То есть, каким бы ты ни был талантливым, без дисциплины ты не добьешься никакого успеха в этой жизни. Хорошо. Давайте завершающий вопрос. Кем видишь себя через 10 лет? Кем вижу я себя через 10 лет? Блин, конечно, конкретики никакого нету, но хотелось бы на какой-нибудь должности, может... Я просто хочу в дальнейшем дальше ребятам помогать, уступать в каком-то промоушенах, добиваться целей. Более тренерский путь, да? Да, может, свой промоушен даже будет, да. Было бы круто. А что не мечтать-то? Конечно. Ну, что скажете болельщикам, которые будут вас поддерживать? Я думаю, весь Казахстан, весь октябрь точно. Всем болельщикам большое ассаляму алейкум, рахмет, то, что вы переживаете, пишите мне постоянно. 26 ноября увидимся в Алматы-Арена. Ассаляму алейкум. Спасибо.